Друзья, всем привет! Пока пенсионер-блогер Портнов борется с безликими, безымянными фантомами, мошенниками, аферистами, снимает свое скучное, серое, никому не нужное видео, от которого хочется спать, которое мы используем для сна, обычно вечером включаем и отдыхаем. Пока господин Моша вдруг очнулся и решил заниматься Мексикой, рассказывает людям, как получить мексиканскую визу, но человек явно отстал на пару лет от процесса, от жизни. Пока господин Нарушевич учит, как обманывать власти США, своих клиентов, на своей телеграм-группе 600 человек, обреченных людей, что говорить на границе, какую историю придумать, это все есть, это все записано, к счастью, это уже находится в интернете. Пока господин Стасик Дудник, он же Стив Дудник, частный детектив, который используется, Юрий Моша, для борьбы с конкурентами, как это было несколько лет назад в Майами, мы в это время занимаемся популизмом в Мексике, бегаем там с камерами, снимаем эту границу, ту границу, как добраться, как сэкономить, как перейти легально, как обезопасить себя и свою семью. В это самое время предприниматели из солнечной Армении и Грузии, некий Артур Армянин и какой-то там грузин, организовали нелегальный трафик в Мексику, гарантированный въезд, стоимость 13 тысяч долларов на человека и выше, они занимаются подделкой фальшивых российских загранпаспортов, собирают из трех паспортов один, я этот паспорт уже даже держал в руках, я его видел, вклеивают фальшивую шенгенскую визу, далее гражданин Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и так далее, любой национальности, со своим внутренним паспортом выезжает из России, либо в Турцию, либо на Кубу, после въезда, у них есть право на въезд без визы, они достают свой фальшивый паспорт и двигаются в сторону Мейхко-Сити и благополучно въезжают в Мейхко-Сити, опять же, по договоренности данных людей за взятку. Когда они переходят в аэропорт, в зону аэропорта, выходят, там их встречают, забирают эти паспорта, эти паспорта далее используются на внутреннем рынке, для перепродажи, то есть эти паспорта ходят постоянно на рынке, там переклеиваются фотографии и так далее, данные товарищи двигаются в сторону Тихуана, Мехикали и так далее. Вот почему там огромная очередь, вот почему у американцев, у властей недоумение, откуда появляются эти граждане СНГ, они, наверное, грешным делом думают о том, что этим трафиком занимаемся мы, опять же, с подачи Юрия Моши, который никак не успокоится, который никак не может простить то, что мы сейчас снимаем против него. Кстати, это еще не конец, обещаю, у нас уже группа поехала в Новороссийск, мы подключили Александра, он адвокат, он с 20-летним стажем в Краснодарском крае, посмотрим, чем занимался Юрий Моши, и однородуем обязательно. Так вот, эти люди двигаются в сторону американской границы, создают там очереди, приезжают близкие, соседят в иммиграционных лагерях по 5, 6, 7, 8 месяцев и так далее. 99% этих людей либо раскалывают на использование фальшивки, либо просто депортируют. Не так давно, буквально 3-4 дня назад, из иммиграционного лагеря вышел наш товарищ, который общался с данными иммигрантами, и многое рассказал о том, что происходит там, внутри, и как этих ребят раскалывают и ЦРУ, и Интерпол, и ФБА, и так далее. Рекомендую перейти в описание этого видео, там есть ссылочка под видео, переходите по ссылочке и ознакомливайтесь с данным материалом. Спасибо автору, тот, кто это сделал, за то, что наконец-то это стало обнародовано. Ну и также можете посмотреть, что может быть за то, что вы используете фальшивые документы для въезда или выезда из страны. По российскому законодательству за это можно схлопотать 5 лет, по турецкому законодательству Кубы, Мексики. Вы можете сами без труда найти, что бывает за въезд по фальшивым документам. Будьте бдительны, берегите себя, удачи вам всем, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...